7 мая в преддверии Великого Дня Победы депутаты местного отделения политической партии «Единая Россия» поздравили ветерана Сергея Петровича Лобикова и вручили памятные подарки и письма с пожеланиями и благодарностями. Мы очень рады, что вы у нас представляете именно то поколение тех людей, кто воевал, кто ковал эту победу. Поэтому мы от всей души сегодня с коллегами по Совету депутатов, по линии партии «Единая Россия» мы вас поздравляем с нашей победой и примите небольшой праздничный подарок. Все очень заботятся о вас, рады, что у нас сегодня есть возможность вас поздравить, поговорить с вами, услышать истории. Помним нашу победу. Спасибо вам большое за победу, за вашу активную жизнь. И вы огромный молодец, что сегодня, стоя рядышком, в строю, очень приятно видеть. Как можно дольше желаем вам здоровья. С праздником вас! В рамках акции «Звонок ветерану» депутат Государственной Думы Геннадий Панин поздравил ветерана по телефону. Он пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и поблагодарил за память, которую он передает из поколения в поколение. В день Великой Победы 9 мая к герою пришли гости. Вручая цветы и подарки дорогому ветерану, Сергей Евгеньевич выразил благодарность за самоотверженный труд во имя мира на нашей Родине. Ваш праздник, это вот просто ваш праздник. И мы сегодня очень надеялись, мы переживали. Выпишут, как ваше здоровье, как что будет. И мы специально вот так тянули приглашение сегодня на 9 мая. Именно 9 мая захотели приехать и поздравить вас с этим прекрасным днем. Глава зачитал поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева. К поздравлениям присоединилась и Ленара Самединова, депутат Мособлдумы. Очень рады, что вы поправились, что вы дома. Мы действительно вас очень ждали и всегда встречи с вами очень трепетные. Мне самое главное хочется сказать вам еще раз огромное спасибо. Именно благодаря вам, вашим сослуживцам. Сегодня живем мы, растим своих детей, можем работать, живем в суверенном государстве, живем под мирным небом. Поэтому спасибо вам огромное. Низкий поклон от всей молодежи. И, конечно, от депутатского корпуса в моем лице и от нашего председателя Мособлдума Игоря Юрьевича Брынцалова. С праздничным визитом приехали к труженице тыла, ветерану труда Дмитриченко Марии Аврамовне. Вручили памятные подарки и сказали много теплых слов и пожеланий. Поздравления не оставили равнодушными. Мария Аврамовна с радостью встретила гостей, была тронута вниманием. Она со слезами на глазах рассказывала о трудных голодных годах, военной и послевоенной поры. Павла, посадки платок. Это можно примерить. Это можно прям примерить, да. Оп! Вот так. Да, плотно очень, да. Ну, цветы, соответственно. И там целая коробка гостинцев и всего вам нужного полезного. Это вы уже разберете, она большая. Роман Игорьевич внес, потому что тяжело. Наговорились? Ну, да, Варис, спасибо вам. С праздником вас, с праздником вас. Берегите себя. А после состоялось возложение цветов к вечному огню и мемориалу павшим землякам. Вы всегда будете примером жизненной стойкости, самоотверженности и преданности своей стране. Дорогие ветераны, с Днем Победы! Вы для нас герои, мужественные воины, смелые и бравые солдаты. Благодаря вам мы можем свободно жить, любить и мечтать. Пусть мир на земле будет вашей главной наградой. С Днем Победы!